А ты знал, что людей в Китае с IQ-гением больше, чем вообще людей в США? Да, я смотрел социальную сеть. Артём, это мой текст, я вернулся. Ну чё, всё теперь. Разъёбы будут, зубы будут в два раза желтее, шутки в два раза искромётнее. Да чё, всё, вернулся в игру, зуб не подотру, бля, я. Fuck you, всё. Я сходил к стоматологу, он сказал, ничего с ним не сделаешь, поэтому не похуй, всё. Ты пошёл к стоматологу, серьёзно? Да нет, не пошёл, чё, я долбаю, бля. В ТикТок появилось дипфейк-видео с Томом Крузом. Подделка настолько реалистичная, что её не замечают даже алгоритмы. Охренеть, ты видел это? Да, если бы мне не сказали, что это не Том Круз. Не Рассети это, да? А, ну круто, да, реально, дипфейк-видео сделали, и это на самом деле прям даже немного пугает. Но это из разряда, как цифровые портреты людей можно будет продавать потом, вообще круто. Ну, моё ебало вот так вырежет, короче, типа, условно, понял? И кто его купит, он там себе, себе в новости вставит, там, в ролики, туда-сюда. Дорого бы взял за такое? Смотря для чего. Для гей-порно по дешёвке отдал бы. В киверпанке, да, на халяву бы отдал. Да вообще, моё лицо ничего не стоит, пацаны, вырезайте, накладывайте, мне вообще не жалко. Ватермарку только поставьте. А, смешно будет, если потом будут, знаешь, вот эти лица и там шаттерсток вот такие. С ватермаркой. Ну, выглядит круто, реально, я прям потрясён вообще до глубины. А как это работает? Это же не просто нейросеть сделала. Да, там говорят, типа, если просто, там же вообще крутое видео, что он ходит, там ветер дует, он падает, у него волосы вот так шу-шу-шу делают, и, типа, никаких артефактов не появляется. Говорят, что они сначала через эту сеточку пропускают, да, которую видео накладывает, а потом после этого ещё руками уже всё-таки полируют. А в Миссии, вполне мы помним, что там ведь реально это было постоянно такая херня. Да-да-да, они распечатали на 3D-принтере лицо. Норма тема, мне заходила, кстати. Я же говорю, вот эта тема с лицом, это прям дико круто будет. Ну, то есть, продаешь авторские на лицо. Ну, то есть, представь твое лицо где-нибудь в Японии сосиски рекламируют, типа, а ты ничего не делал для этого, круто же. Как думаешь, актёры, всякие актёры-звёзды Гливудска исчезнут из-за этого дерьма? Вот, мне кажется, не то, что исчезнут, они просто, типа, это станет одним из их товаров. Те же актёры, которые озвучивают игры, там играют, снимаются в играх, они же капец мало получают по сравнению с киношными актёрами. Да-да, мне кажется, из-за этого, да, реально, косты срежутся. Ну, то есть, вроде в Японии, да, сейчас или где, есть уже стримеры, которые вот эти ненастоящие. Я не знаю. И они шарят за японскую культуру, вот эти, как они там, вайфу, тянки, куны, неважно, короче. Тебе никто не поверит. Реально, я не смотрю аниме и не люблю аниме, сорян, пацаны. Вроде инстаграм-аккаунты сейчас есть синтетические, ну, то есть, там, тёлки ненастоящие, они нарисованные. Они пока что крипово выглядят, всё равно есть вот этот баланс, то есть, ну, неподрочный такой, короче. Так, Влад, смотри, нам с тобой надо записать рекламу компании Space 307. Смотри, ты, кстати, на карантине сидел? Чуть-чуть посидел. А тебе кто-нибудь привозил ящик свежих овощей и фруктов? Нет, никто мне не привозил ящик свежих овощей и фруктов. А Space 307 всем своим сотрудникам раз в две недели привозил ящик свежих овощей и фруктов, чтобы им не было грустно, и у них были витаминчики. А когда после раз на корпоративе был, прям, чтобы отдохнуть от души, знаешь? Не, никогда не был. А устроился бы ты Space 307, у тебя было бы от трёх до четырёх корпоративов со звёздами и экшеном. То есть, если ты будешь работать там пять лет, это двадцать корпоративов. И это ещё не всё, потому что в Space 307 есть своё брендированное пиво. Бау! Своё собственное авторское крафтовое брендированное Space 307 пиво. Ты будешь на своём корпоративе со своим ящиком фруктов и ящиком брендированного пива сидеть и наслаждаться экшеном и звёздами. А на Кипре был когда-нибудь? Кипр знаешь? Море, скалы, Кипр, офшоры. У меня есть друг Потополос, он живёт на Кипре, наслаждается каждый день своей жизнью. У них есть офис и в Петербурге, и в Кипре, пожалуйста. Нет, Лад, так вообще нельзя рекламировать. Ну, люди же туда не отдыхать будут устраиваться, правильно? А там хорошо работать, пожалуйста. Бездушных правил всем хорошо, всем свободно дышится бездушных правил, потому что тебя никто не душит. На самом деле это очень важно. Я работал в одном месте работы, я приходил, и меня душили с утра. Как часто ты работаешь, да, и никто тебе не говорит, Артём, ты молодец. Вообще никогда такого не бывает. А Артём это хуйня. Постоянно. Но в Space такого бы не было. То, что зоны ответственности пересечены. Никогда не получилось, что ты крайний. Культура фидбэка – это очень важная вещь. В Space нет прямо такого понятия, как KPI. Никто тебе не скажет. Артём, в этом месяце ты 4,9. Зарплата будет расти. Компетенция будет расти. Профессиональные науки будут расти. Ответственность будет расти. Прямо сейчас, пока ты смотришь это видео. В Space открытые вакансии. Куэ инженера. Го девелопера. PHP го девелопера, если на одном го тебе скучно. Девокс инженера. Сеньор фронтенд девелопер реакт. И продукт анализ. Пожалуйста. Идеи не хочу. Предложение ограничено. Всё, где мои деньги? Верни мой паспорт. Epic Games представила MetaHuman Creator – инструмент для выстроенного создания высокодетализированных моделей людей. Ну, круто, чё. Респект Галёнкину, ё. Вроде хотят заопенсорсить. Ну, не заопенсорсить, а сделать свободным этот инструмент. Он чем-то похож, знаешь, на редактор персонажей в играх. Но он более проработан, да. Он более, там, лицевые анимации какие-то зверские делает. И потом это всё можно экспортировать и у себя спокойно использовать. Вроде что-то такое. Если у кого есть доступ и кому не лень, пожалуйста, сделайте мне вот это лицо. Я буду сам с собой играть. Я, когда играю в игры, я вот смотрел, кстати, с Галёнкиным. Он говорил, что он делает что-то вообще типа трэшовое, что в жизни, ну, не такое. А я вечно, блядь, стараюсь себя сделать. Я не знаю, откуда у меня такое. Я прям ищу нос, похожий на свой, такой, нет, это вроде не похоже. И вот начинаю мучиться, мучиться, и в итоге срок какой-то непонятный, блядь, получается, непонятно кто. Не шути, российские шутки, Артемия, не шути. А, давай, давай, я понял, я понял. Не буду, нет, всё. Ну ладно, давай, одно можно, штучку. Я и так, да я и так. Одно можно, штучку, давай. Нет, не буду, нет. Если кто-то сделает из меня Человека-паука, блядь, я просто буду до конца жизни благодарен, честно. Я пробовал через вот это приложение, которое, как оно вот, видел, недавно выходило, рефейс вроде, на гифки накладывает. Но он с азиатскими лицами плохо работает. Серьёзно? Реально, он прям отвратительно. То есть я какого-нибудь своего европеодного друга туда накладываю, он прям, блядь, вылит Человек-паук Тоби-Магваш. Своё лицо, блядь, какой-то дженерик, вообще тип, какой-то из Моррвинда вот такого формата. Я хочу вот где он в костюме, и голова, и большая сила большая. Ну всё, короче, ну хочется и всё, ну что такое. Ещё одна новая соцсеть. Диспо. Соцсеть, в которой снимки проявляются спустя сутки. Пользовался? Я не пользовался, потому что туда нужен инвайт. Опять же, что ж такое? Да, да. Но на самом деле она, честно, я бы сам ей не пользовался, но она мне понравилась, типа, как концепция. Я сделал Дэвид Добрек, это блогер такой, с 18 миллионов, может, видел его. Ну такой приятный тип, ха-ха, хи-хи, вот он лайфстайл такой, хо-хо-хо-хо, вот такой, типа. Я не смотрю таких. Я тоже не смотрю, но видел. Ну всё, ой, блин. А то, что она уже оценилась 200 миллионов, как тебе такое? Пау. Идея крутая, честно, концепция мне понравилась, типа. Ну то есть сейчас же видео у хипстеров стало модно на полароиды снимать. Давно уже. Это Добрек, типа, он чуть-чуть переделал эту концепцию, то есть ты снимаешь фотки в этот диспо весь день, ты снял фотку и всё, ты её не редактируешь, там, текст не накладываешь, ничего не делаешь, просто снял и снял. Да, ты даже не видишь, что получилось, да. Да, а потом она у тебя проявляется, типа, на следующий день с утра. Ну это же ностальгическая идея, это же для нас, старпёров, чтобы мы вспомнили своё детство, когда мы с плёночных фотиков распечатывали фотки. Ну а зумерам, типа, круто, что они как старпёры, понял? Ну да. Блин, у меня вот сеть дрель включилась, ебать, щас. Пойду выебу их. Э, бля! Выключил нахуй! Всё, нормально. Э, бля! Канэ дрель мрель, бля, пидараса. Ну в целом всё, новость про диспо закончена, она ещё такие олдскульные фильтры накладывает на неё, и там нет понятия, что ты подписан на человека, типа, ты подписываешься на вот эту плёнку, ну там ты ставишь тег, и у тебя плёнка, ты подписываешься на плёнку и её смотришь. Ну мне понравилось, честно, типа, выглядит прикольно. Правда, как обычно, её нет на андроид, она по приглашениям и всё такое. Капец, бесит. Да чё я гоняю, ничего меня на самом деле не бесит, вообще меня это ничего, меня не бесит. Мне плевать. Ты пердун потому что. Но с другой стороны создаёт такой ажиотаж, знаешь, это, типа, ты говоришь, я могу только в четверг после семи, и всё, и типа, ебать, и загадочнее. Инвидия выпустила RTX 33060, это должна была быть бюджетная карточка, 330 долларов на старте, идите покупайте, она заблочена от майнеров, она нехуёвая, типа, всё бы хорошо. В итоге она вышла по 330, и за 10 секунд её раскупили, и теперь она стоит 800-700 долларов. А это начального уровня карточка, типа, бюджетная. То есть сейчас, типа, целую консоль дешевле купить, чем видеокарту одну. Это, Влад, это что, это реально так выгодно, что ли, вот, типа, купить видюшку и манить на ней? Это реально вариант не работать, понимаешь? Все зависит от того, что никто не хочет работать, вот и всё, это, типа, один из вариантов не работать. Ну и плюс, помимо, помимо самих майнеров, там же целый культ перекупщиков, кроулеров и так далее, кто, типа, прям моментально, типа, ебошит эти уведомления с краперами. Ещё недавно было смешное расследование где-то на Блумберге или где, там, анонимный перекупщик из Британии жаловался, типа, какого хуй меня так хейтят? Это было супер смешно, он, типа, 50 плейстейшенов выкупил, продавал, такой, блядь, за что меня хейтят? Я, типа, покупаю дешевле, продаю дороже, за что вы меня ненавидите? Ну, отвратительно, да, типа, это пока что никак нельзя промодерировать, ну, то есть, словно, я не могу получить плейстейшен 5, она мне не супер нужна, но, типа, переплатишь за неё три раза, я не хочу. Ну, это же грустно, ну, то есть, представь, ты сейчас собираешь комп, типа, и ты просто не можешь у него видеокарту купить, ну, это какой-то пиздец вообще. А тут же NVIDIA выпускала какой-то отчёт для инвесторов, и они сказали, что, типа, майнеры всего 2% нашей аудитории. Ну, да, майнеры и перекупщики, а остальные это перекупщики, а потом геймеры. Они же даже хотят для майнеров отдельные видеокарты выпуска. О чём я и говорил, давно это надо было сделать, но это же не поможет, да? Да, не поможет. Они скоро для перекупщиков будут отдельные видеокарты выпуска. Это будет круто. Там же есть какой-то блок от майнеров. Как они различают, вот, кто майнер, а кто геймер? Там нагрузка на видеокарты другая идёт, когда ты майнишь. А не может такого быть, что у тебя в игре будет похожая нагрузка, и карточка возьмёт, тебя отхерачит графон? Ну, может быть, есть там на какие, на условии какие-нибудь вычисления, да, на вычисления хэш-функции у тебя будут уходить именно на... в игре. То есть, я не знаю, какой-то просчёт физики, да, на это ляжет. То, да, вполне может. Условно, ты играешь в факторию, да, а там думают, что ты майнишь. Смешно. А ты вообще играешь в такие игры, типа, Фактория, Инфинит Фактория? Я даже не знаю, что это. Слушай, это игры, где надо работать. Ну, там, типа, ты конвейер строишь, чтобы детали собирать, типа, что-то такого, какую-то производственную линию настраиваешь. А, это вот, наверное, люди, которые купили себе видеокарточек, чтобы не работать. Они играют в фарминг-симулятор. У них манятся, а они в фарминг-симулятор играют, такие, нормально, сижу. Гиперкомпенсируют своё тунеядство. Твич отключила звук на собственном стриме во время живого концерта «Металлика» из-за авторских прав. Господи, это такой абсурд, все эти авторские права на музыку. Да-да-да, особенно в Твиче, это, типа, вообще же угар. Там был же отдельный класс стримеров, кто играл в Guitar Hero. А сейчас они во время своих стримов либо просто с людьми разгадут, и вот так, где… Тун-тун-тун-па-па-па-па-па-па, вот так, типа, это прям дико угарно выглядит. Тун-ту-ту-тун-ту-тун, вот так. Я даже смотрел, и у меня прям дико заходило. Да, у них был концерт «Металлики», типа, и чтобы сами к себе в бан не попасть, они заблочили музыку, и там какая-то хоряя не играла какая-то лейта. Блин, неужели они не могли отключить это как-то? Они же, блин, хозяева всего этого. Металлика хозяева своей музыки. Они же не могли отключить. Они же, когда регистрировались на Twitch, они же вот эту галочку поставили. Всё, поэтому они тоже попадают под свои же условия термосов кондишен. На самом деле, если бы они отключили, они бы такую волну схватили, типа, почему вам можно, нам нельзя, и вот это всё. Поэтому они перестраховались. Меня в этом всём просто больше всего поражает то, что тут Металлика не может прийти и сказать, мы не будем против, что вы играете нашу музыку. Но это же не сама Металлика. Ну, не обязательно им же. У них по-любому есть, может быть, какой-то лейбл или... Да не, они всё выкупили. Они всё выкупили себе обратно недавно, по-моему, они. А дистрибьютор у них? Ну, типа, они же сами дистрибьютори, скорее всего, не занимаются. Вот мне кажется, эти чуваки самые ещё большие вредители, чем перекупы и майнеры. Ну, это же автоматически уже происходит, это же не люди делают. У меня бейстает ситуация. Рушится моя философия воинствующего похувизма. Мне не похуй. Ну да. Сдавливают тебя скрепы. Ну, что поделать, не знаю. Зато музыканты зарабатывают на своей музыке, типа, это тоже правильно. Но ты знаешь, что это сейчас очень сложно заработать на стримингах? Типа Spotify и всего такого. Ну, вроде там тысяча прослушиваний — это два цента, да? Что-то какие-то такие расценки. Всегда можно в клубхаусе помолчать. Ты можешь стать музыкантом, чтобы набрать подписчиков в клубхаусе, а потом там молчать и деньги зарабатывать. Вот. Нормально. Многохотовка. Ты живешь в мире, где джиган больше тебя зарабатывает, так что успокойся. Диабло вернулся. О, крутая новость. Я для себя написал крутая новость. Я жил с бабушкой в детстве одно время, да? И там на компе по святому стечению обстоятельств играли только Диабло, Lords of Destruction, да? И Старкрафт. И поэтому я просто типа вообще пол детства, пол школы играл в Старкрафт и Диабло. Поэтому для меня это супер важная новость. Что? Да, давай-давай, Старкрафт. Ну да, я понимаю, о чём ты. Я, кстати, умею Старкрафт вот так играть. Всё, я больше не буду шутить российские шутки. Я реально не шучу, я знаю вот эти клавиши. Да ладно, сейчас можно, про Старкрафт можно. То есть ты с рождения играешь в Старкрафт хорошо? Ну не хорошо, но нормально. Ну компанию прошёл, чё? Не жалуйся. Может, стримить буду Старкрафт? Я сейчас наберу подписчик, чтобы Старкрафт стримить. А почему ты не стал киберспортсменом? Я не настолько хорошо играю. Не может быть. Да, может быть. Ну я лучше, чем русские играю, но типа хуже, чё? Я же причём ещё только наполовину азиат, поэтому я даже чистокровным азиатам проиграю. Это что значит наполовину азиат? Выглядишь как стопроцентный. Ну это твои расистские эти. Ну не-не, я наполовину только. А на вторую половину кто? Дракон. Так, ты ушёл от истории, как ты у бабушки играл в Диаблах. Ну да, и поэтому для меня, типа, что сделают ремастер, ну прям суперкрутонос. Я буду в него играть тысяч процентов, сто процентов я буду в него играть. Просто возьмём старый Диабла и сделают ремастер. Именно ремастер, в этом же самый кайф. То есть это не делают, там же есть разница между ремастером и ребутом. А тут они оставят абсолютно все те же механики. Вроде бы, по идее, как говорили на Близконе, они ещё оставят вообще код даже тот же самый, анимации те же самые. Просто поверх, типа, натянут освещение, текстуры, 4К и всё вот это. Мозилла опровергла слухи об исчезновении лисы из логотипа Firefox. Да, это смешная новость. Сейчас же идёт вообще вот этот такой, типа, generic flat modern design, знаешь, где всё вот такое просто, типа... Да, да, да. Круг, блядь, и кольцо, нахуй, типа, всё. Там у них же была лиса, и она всё меньше и меньше и меньше, смешно, и вообще лисы не осталось как будто. Вот последний у них логотип, это реально просто круг? Не-не, последний логотип не этот, последний логотип это вот такой незаконченный, который так... А, где просто хвост, где просто хвост. Да-да-да, где просто хвост. Так, и как же они это объясняют? Они говорят, что там есть. Вот так. Надо поставить куда-нибудь сюда картинку, типа, люди сами решат, она там есть или нет. То есть они говорят, что лиса есть. Лиса есть, да. Надо внимательно посмотреть. Я смотрю, я... Ну, хвост. Ну, включи фантазию, где хвост, там и лиса. Сейчас, я... Сейчас, сейчас. Да есть, есть, хорошо. Посмотри. Я вижу лису, например. Да где? Раньше был и огонь, и лиса, а теперь остался только огонь. И то, что они говорят, что это лисий хвост, это пиздёж, потому что это огонь. Только лисы нету, они нагнались. Ты можешь создать петицию. Я подпишу, честно. Не, вообще, если в эту тему возвращаться, мне в целом не нравится немного вот это уплощение всех дизайнов всего. Ну, и не настолько, что прям с квеоморфизм, да, вот когда как будто там, блядь, стол нарисовали, фотографию стола вот так поставили. Это мне тоже не нравится. Ну, вот что-то между мне нравилось, короче. Чтобы прям поиграли со мной. Автор курл? Так. Ну, курл это прям столб, на котором мы стоим. Курлом все пользуются. Курлить — это классика, понял? Ну, чтобы ты понимал, короче. Ну, то есть, дико штука, которая везде. Курл. Я нигде не видел курл. Да ты видел курл. Ты сейчас на Маке? Да. Ну, вот напиши курл в терминале. В каком терминале? Курл — это утилита, чтобы запросы отправлять, типа, по разным протоколам. Курл — это сокращение от Client Oral, да. Утилита доступна в большинстве систем на основе Unix, да. Когда подключаешь к курл-адресам по разным протоколам, да. Типа полезная, крутая штука. Хорошо. Отправлять запросы по сети. Курл, курлить. Получать запросы, отправлять запросы, понимаешь? Ну, у тебя есть какие-то протоколы, понимаешь? Типа там... Да все, я понял, я понял, я понял, я понял. Хорошо, это важный столб, который в интернете отправляет запрос. Полезный. Отлично. Полезная штука, понял, типа. Она через командную строку доступна, и через нее ты можешь... Да понял я, все. Я все понял. А зачем ты спрашиваешь тогда? Запарил. Ты сам душнишь на эту тему, блин. А потом сливаешься. И был автор этого курла. Ну, ему на почту, типа, много чего приходит, там кто говорит спасибо, кто еще. А тут ему чувак прям стал явно угрожать, типа, отправил, что я тебя убью. За что? За то, что типа с понтом, и потом он ему отправил вот такой просто несвязанный какой-то текст, где вот там что, вот из того, что в твоем курле есть дыра в безопасности, меня взломали, я потерял миллион долларов, там еще, еще. И, короче, вот просто поток сознания, и он ему угрожает, типа, что я тебя убью, зачем ты создал эту штуку, я тебя ненавижу и так далее. Но это нехорошо, ну, то есть, понял, это вот как мне сейчас пишут про желтый зуб, а его уже убить хотят, вот это примерно такой формат. Да блин, в интернете же постоянно кто-то кого-то хочет убить. Да что-то не знаю, ты не на тех сайтах сидишь. Меня что-то никто не хотел убить давно. Тебе никто никогда в интернете не желал смерти? Нет, но только в доте, типа. Не, я как русский школьник, я вот так играю, такой, блядь! Иди нахуй! Блядь, сука! Вот так, типа, ору. Прям отдельный кайф, я их никогда не мучил. Если мне в такие дотани попадаются, никогда, никогда не мучаю. Это прям кайф чистой воды. Ну и что теперь, в опенсорс не писать из-за таких дурачков? Надо писать. Не пишите авторам важных опенсорсных проектов плохие вещи и не говорите им, что их надо убить. Люди стараются. У нас есть IT-парк. Это такая госорганизация, которая занимается развитием IT в стране. И они проводили чемпионат по спортивному программированию. Это вот для любителей экзотики, там деревья покрутить и так далее. Зрелищно было? Да, мне понравилось. Ну, накал был, накал. Вот. И круто, что, типа, у Google Code Jam призовой фонд 15 тысяч долларов, а у нас в этом году было 33 тысяч долларов победителя. Поэтому welcome to Uzbekistan. Где вы столько взяли? У нас есть деньги, ты че? В смысле? Че, че, че в смысле? Почему у вашей IT-парка денег больше, чем у Google? Потому что мы страна. Ну, не знаю. Знаешь, я тебя после этого буду писать, после того, как ты прочитал их новость? А этому вашему азиату-то занесли. Рассказывай тут про свои, понимаешь, узбекские IT-парковые движухи. Да за что занесли? Что это даст кому-либо вообще? Занимаешь спортивное программирование, все, бери узбекское гражданство и 300 тысяч долларов в год зарубай нормацию. Знаешь, год на основе. Кто выиграл? Какой-то преподаватель с области, кстати, реально. Ну, обычный чувак. Зачем узбекскому IT-парку раздавать 30 тысяч долларов за ту фигню, которую как бы даже на работе не применяешь? Зато потом он отправляет какую-нибудь стажировку в Фейсбук. И там тот же собес и тоже спортивное программирование. Типа, чувак с Узбекистана устраивается в Фейсбук, весь Узбекистан счастлив. Вин-вин, вин-вин ситуация. А вы там выходите на улицу, типа вот выходите, там за автоматом стреляете. Типа, наш, устроился в Фейсбук, там, да. Кстати, очень много ребят работает. Я не шучу сейчас. В кугле в Фейсбуке. Ну, типа, я лично знаю человек в восемь. Не, ну это же много на самом деле. Типа, вот ты сколько знаешь, чуваков? Восемь не знаю. Вот как тебе такое? Нормально, нормально. У нас, типа, умные ребята вполне. Ты про узбеков или про корейцев? Нет, всё, я больше не в принципе шутки. Нет, никаких российских. В целом, типа, без национальности. Нет, не отвечай мне. Не надо мне отвечать, всё. Спасибо. 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 Продолжение следует...